здрасте здрасте дорогие телезрители афонтова и конечно же подписчики канала youtube голова садовой тети таня сегодняшняя тема вот земляника но какая земляника у нее такое название вы просто обалдеете купчиха это ягода традиционного срока плодоношения но она необычная тем что это гибрид между клубникой и земляникой клубника ну может быть какая-то там чилийская или миланская их там немного на белом свете которые участвуют гибридизации и земляника садовая крупноплодная и что получилось у селекционеров а получилось ягода безумно вкусная и называется она несколько купчих это ее название но это зем клуника пожалуйста говорите правильно не зем клубника а зем клуника потому что мы люди современные должны произносить название правильно это обидно для всех кто этим занимается так в чем же ее особенность особенность в том что она очень толерантно то есть устойчиво специально говорю слова те которые научные те которые простые чтобы вы понимали и учили все таки вот правильно иногда встретите в статье и будем все такое толерантно ну толерантно относятся сами знаете кто кому да значит и эта ягода она устойчива ко многим заболеваниям к серой гнили она совершенно спокойно переносит похолодание ей вообще все равно солнце и конечно надо но у взрослого куста от через руками машу сейчас скажу сейчас вы все увидите я хочу рассказать о ней у этого куста у взрослого до 30 цветоносов ягода плоская ягода крупная длинная и обязательно с маленькими рожками как у купчихи знаете вот так платочек завязан вот поэтому ее так вероятно и назвали вот это вот вся гряда закрытая укрывным это посадка именно этой ягоды я ее открою разумеется чтобы вы убедились в том что я тут вам не вру и вы посмотрите как она посажена сейчас я уберу укрывной чтобы было видно вот посмотрите во первых я сделала грядку такую чтобы ягоды ее не лежали на грязи и не хватали эту серую гниль бесконечную я натянула черный укрывной конечно мне было очень неохота это сделать ну что делать когда хочется чтобы было красиво когда я вскопала гряду внесла вскопала выровняла подняла бортики видите бортики здесь да вот они с уклоном в середину бортики обязательно иначе при поливке вся вода у вас будет только скатываться укрывной этот хорошо пропускает влагу и хорошо пропускает воздух но тем не менее при поливке вода все равно разбрызгивается а потом в верхний слой 2-3 сантиметра я внесла муравьин потому что ягоду в этом году муравьи просто испоганили и завета 2 бедная от нее осталось почти ничего несколько кустов которые сейчас цветут и плодоносят поэтому муравьин мурацит но муравьин он такими легкими мелкими стручками его очень удобно использовать и вырезала каждую дырочку небольшую отверстие для посадки кустика да они немножко помято выглядят только потому что они под укрывным но открывать я их практически уже не буду на улице холодно для того чтобы они прижились им нужно немножко тепла а немножко тепла это сейчас еще неделя тепла потом будет вообще холодно поэтому если я открою боюсь что они погибнут вот даже посадка в конце августа я считаю что это ну еще можно но посадка в конце сентября я смоляю но растения не могут в холоде вы же в холоде не можете даже сидеть долго так растение же тоже живое поэтому вы должны помнить что посадка ягоды все-таки достаточно ранняя посадка пересадка рассаживание и так далее и вот эта ягода потребует от вас весной хорошего подкормки сначала естественно мочевиной потому что это азот в таком виде когда скорость его настолько велика что он накормит быстро сохранив хоть одну зеленую клеточку и даст возможность растению выжить но и сейчас пока еще не холодно она получит и фосфор и естественно азот это будет скорее всего амофос есть хорошее такое удобрение в сочетании зеленая масса должна нарасти и корневая система должна нарасти и мы обязательно вот я конечно же еще не один раз открою и закрою листики которые видите потеряли свой тургор то есть всю свою зеленую эту массу эти листики аккуратно нужно будет отстричь то что начнет гнить под укрывным или под лапником ничего хорошего растению не принесет и вы об этом должны помнить значит перед посадкой все вот эти розеточки это до молодые розетки первые розетки скупчихи они должны быть обработаны вы делаете либо горячую воду градусов 50 55 и опускаете растения туда можно все сразу которые у вас есть на ну там 35 минут максимум вытаскиваете это для того чтобы прозрачный клещ который живет под землей вот уровень земли вот стебельки вот корешки он вот тут и живет его надо погубить а погубить можно только таким образом либо холодом либо горячим ну холодом но не в холодильник же пихать эту ягоду поэтому вот горячей водой ну либо вы обрабатываете препаратом опрыскиваете например фитовермом для того чтобы ягода принялась хорошо и корневая система сработала конечно нужно бы поддержать в корневине если нет такой возможности нет у вас четыре часа и даже два нет тогда берете пудра корневин есть пудра и опудриваете корешки как только они должны быть слегка влажными как только они подсохнут все сразу высаживаем так можно поступать любыми растениями хоть с яблоней потому что это дает всегда хороший результат ну вот ее надо поливать значит перед зимой мы уже не вернемся к ней перед зимой укрыть лапником и натянуть снова укрывной плотненько прижав досками вот и все про ягоду зем к лунику которая называется куб чиха